Это, блядь, финал! Задание для СТР одно интересное, я выдумал просто кое-какая информация, когда мы общались и произошла здесь, и я могу тебе помочь задать ей задание. Тихо-тихо! Дорогие друзья, я дико рад, это финал, я не просто так сижу в лампочках, вы дождались, мы смогли это сделать, чёрт возьми, 6 месяцев работы, мясо мясное вас ждёт впереди, это не просто финал, это эпическое, чёрт возьми, дерьмо, наполненное сюрпризами как для вас, так и для участников. И самый главный сюрприз, это то, что весь финал пройдёт за классическим белым столом. Я вас услышал, получилось очень круто. Ох, ну что, давайте встречаем, чёрт возьми, смельчаков, которые дошли до финала второго сезона Игоря Габара. Итак, правила игры. В первом раунде участники по часовой стрелке загадывают друг другу абсолютно любые желания за пустым столом. И если он не смог этого сделать, он покидает стол. И игра меняет своё направление, и на столе появляются различные предметы. Финал. Чтобы победить, надо справиться с заданием быстрее соперника. Победитель получит 100 тысяч рублей. Меня зовут Эстер, и слова здесь лишние. Время покажет, на что я способна. Всем привет. Меня зовут Никита Малина. Я сегодня разорву тут всех в пух и прах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Диана, и я вернулась сюда, чтобы снова проверить, на что я способна и получить удовольствие от игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миля, Красноярск. Я приехал сюда из Сибири, чтобы показать всем, кто я есть. Заходи на мой канал, и ты увидишь летящую жесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, я Аня. Вы все меня ненавидите, я вас тоже. Но сегодня мы обойдемся без драк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем здравствуйте. Зовут меня Виктор по жизни. Настрой серьезный. Хочу победить. Волнуюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, блядь, финал второго сезона! Я поздравляю себя и вас, и всех участников этого, черт возьми, потрясающего действа. Люди ехали из другой страны, из разных городов, чтобы поучаствовать, доказать другим, доказать себе, что, черт возьми, воля – это камень. Ребятки, я вас поздравляю. Каждый ваш этап, он был максимально непрост. И поэтому за этим столом собрались лучшие. Ты не сможешь растереть по своему языку и проглотить мой налет зубов. Я смогу это сделать? Мел в школе кушал. На хлопок он не похож на это. Сам его ем зубочисткой, стираю постоянно. Не цвят. Не охуяю. Говно собачье пожестче. Давай. Я здесь. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Я смог это сделать? Ты не сможешь сгрызть все мои ногти на моих вонючих ногах. Хорошее задание. И… Хорошее задание. Наконец-то я позавтракаю сегодня. Блядь, надо волоноски постарее надевать. В смысле, на обоих ногах, да? Все понятно. Ну да, все ногти надо. Сгрызть. Да, да, да. Ну типа по… Да, ну в смысле не полностью как сгрызть до крови. Прости, а где у тебя там ногти? Ну тебе нужно зацепить. Сколько найдешь? Почувствуй, как они пахнут вдруг. Ну да, вот этот есть. Нет, ты почувствуй. В смысле, на всех надо найти. Ты понюхай. Ноги как-то. Все, как тебе? Вкусно? Подожди, давай поменяемся, что у вас находится. Мои хотите? Я в красотках, в которых два года ходил. А ну, примерно так же. А тебе тогда вот так поделать? Не заболевать? Не, мне не надо. Делай, 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 чувак. Нагинеталь, нагинеталь. Ароматный же, да? Я тоже так считаю. Да, ну супер. Ой, можно вот так вот истать? Это было случайно, извиняюсь. Я чуть-чуть задел. А как расскажи, что можно это сделать, да? Да, я все могу сте. Хорошо. Тебе не мерзло? Ему приятно. Мне грызли ног все на ногах. Бля, тебя грызли? Меня еще не грызли. О, чувак, наслаждай. С краем? Конечно. Ну что, да, с краем. Смотри, я их грызу, короче, клыками. Ну, вот он тоже подсказал. Все смотрят, кто тут умеет грызть. Профи просто. Смотри, клуб анонимных грызли. Грызли. А что, никто не грызнет? Ну, на руках здесь. Тебе не жутками. Катя, потом она легче пойдет просто. Катя, потом она легче пойдет просто. Ну ладно, пойдет. Я смогла это сделать. Ты не сможешь снять свои трусы, положить их на стол и ничем не прикрываясь сидеть в круг. Так его не видно под солото все равно. Хорошо. Я смогу это сделать. Никита, если тебе комфортно будет, мы, я думаю, с Мирей можем поддержать даже тебя. Мы можем, в принципе, отвернуться. Да зачем? А я вообще смотреть хочу. Запретный плод сладок. Я же столько хуёв в жизни виделась. Я просто на камеру надевался. И прикрылся, стесняется, стесняется. Стой, стой. Если кофта закрывает, тоже нужно ее убирать. Да как король, сядь и развали, и все. Это я, я мужик, понимаешь? Все, развалил и выбор. Ты не сможешь. Сделать мне приятно. Облезать вот это вот все. Полностью, полностью вылезать. Две подошвы? Слезать, да, две подошвы. Окей, я смогу это сделать. Ну вы деревенщина. Стесняшка. Устраивайся, да? Полно, чтобы все было мокрое, как будто я... Оно просто высыхает сейчас, смотри. Я скажу, когда все. Сейчас Витяк меня высадит и все, на этом. Домой я поеду. Еще раз пройдись полностью вот так. И вот где Найк в середине тоже. Чтобы не было пыли, чтобы они были как новенькие. Просто оно высыхает, я тебе отвечаю, смотри. Да. Чтобы они были полностью мокрые. Они будут полностью мокрые, черные, тогда все. Не-не-не, не плюсь, лезем. Не надо опирать до середины. Час еще пройдет, могу взять час. Норм. Ну еще секунд 30. Ты там не встал случайно. Это уже другое задание. Мы походу не пошли на усложнение. Вы случайно не фут фетишите? Нет. А я да, да. Просто пройди с языком и все, чтобы они черные были. Она просто высыхает, чел, я тебе честно говорю. Нет, ну, я... По всем этим... Нет, нет, нет. По всем щелям херячил? Чем быстрее ты сделаешь, тем быстрее мы продолжим. Да, я не спешу, чувак. Там язык туда. Проходи. На тебе уже нечего середину. Сдаю на проверку. Спасибо. Экзамен сдан. Подожди, подожди, покажи мне. Еще и соплей похвал. Я теперь на тебя перехожу и ты говоришь... Что, как вкусно? Резина, резина. Я смог это сделать. Ты красавчик. Ребятки, когда я вам говорил про правила, совсем забыл про самое интересное. Каждые 30 минут живого времени на столе появляется коробка. Я не могу рандомать тебе. Аватар. Что-то интересное намечаю. Что сейчас синим закрасим? Мне всего стрелку. Я могу сказать так. Здесь есть тяжелые здания. Есть практически непополнимые. Это одно из них? А это самое легкое. Все части тела, которые у тебя видны, то есть это, 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 покрывается зеленкой. Вчера разговаривали. Добавим немножко визуальных эффектов в наш финал. Давай. Добавим. Ребята, очки. Вот это жесть жестючка. Финал с самого начала просто лютейший по своему накалу. Мне даже нечего сказать. Разве что они реально вроде бы идет зеленый цвет. Ставь лайк, если согласен. Ребятки, ну а вообще просто максимально жесткие участники. Кто из них сольется первым? Мне просто интересно, угадаешь ли ты? Напиши свою версию в комментариях. Аня, я хочу тебе предложить. Ты можешь отказаться. Я задание для Эстер одно интересное выдумал. Просто такая информация, когда мы общались, произошла здесь. И я могу тебе помочь задать ей задание. Типа, если выслышишь меня, можешь потом прийти в решение, будешь свое это загадывать или нет. Ну ты считай, все равно загадаешь, чтобы я ей твое задание загадала. Давай так поступим. Нет, 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 я тебе просто сейчас предлагаю загадать ее. Нет, давай я свое загадаю, если она сейчас сделает. Ну ты выслушай. Ну смотри, у меня есть такое задание, которое скорее всего ее выбит, и мы продолжим дальше играть второй раунд. Давай, давай. У меня есть с собой мой старый телефон, у нее я услышал, есть это охеренный айфон. Я тебе даю телефон, и тот, который телефон у тебя будет сейчас в руках, который ты при себе имеешь, я тебе его даю. Это нечестно. Нечестно, нечестно, у тебя при себе будет мой телефон, и ты загадываешь задание, тот телефон, который ты имеешь при себе, расхерячить в нулину просто. Я тебе его разрешаю просто убить. Загадай тот телефон, который ты имеешь при себе, разбить в нулину, чтобы он не восстанавливался. Все. Мне не нравится, как она улыбается. Мне пофигу. Да ему этот телефон. Ну ничего, все, ну не получится хер с ним. Короче, все, решай сама. А, ну все, да. Ну да, давай. Я загадываю тебе разбить. Ты не сможешь. Ты не сможешь разбить телефон, который у тебя сейчас есть с собой в нулину, прям, чтобы восстановление он не подвижал. У меня нет телефона с собой. А если обычный? А если обычный? Вот видишь, Витек, я тебе сказала, что она покупается. Вот и все. Ты не сможешь оторвать себе вот так вот челку, как моя, по размеру. Прям, ну, оторвать ее по максимуму, оторвать с головы, прям оторвать по максимуму с головы волосы себе и засунуть их в две ноздри и так круг сидеть. А типа колочками оторвать? Ну, прям, вот ты вот челку, как у меня по размеру, я тебе могу ее отделить даже. Ты ее, короче, так отделяешь и прям с корнем ты дерешь себе эти волосы, складываешь на стол, скатываешь их и потом засовываешь себе, ну, там, в две, в одну ноздрю. Сидеть с этими волосами в носу, потом выкинуть их. Ну, она это должна будет же сделать. Ну, я сделаю это. Будешь делать? Да. Я смогу это сделать. Дебильно смотрится, это еще жесть. А у девчонки, конечно. Ну, да. Это Игры Габара. Возьми поменьше. О, пошел процесс. Ну, взгляд тронулся. Ну, поближе к корню, бери просто их и просто так тянуть. Это я тоже могу так сейчас вот вам надернуть, понимаете? Да, обстрижено. Да. Нет, я сказала, под корень. Ты мне голову идешь сейчас с первого раза. Ты, она рвет, то никто и другие не видят, что она рвет сидит. Субтитры создавал DimaTorzok Да, давайте уже. По сути, вот сейчас уже видим, как это призывается. Нет, если ты хочешь, я тебя могу повырывать. Да, давай. Еще не поздно отказать, надо ли? Ой, ой, нифига себе. Вот это ты, да. А-а-а, стой, 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 стой. О, зеленка показала. Зеленка, да. Да, она тебя через бумажную. Ой, слушай, давай еще ты меня тоже помажешь еще зеленочкой. Да, да, доделай ее. Что, вырываются? Ну, да. Пошла делать, ты видишь, как хорошо. Я же собаке уши выщипываю. Просто уши не волосы на ушах, а уши. Ну, в ушах у меня волосы такие растут. Что, давай здесь уже. Подожди, я хочу, чтобы меня это устроило. То, что у тебя останется. Сейчас я дощипаю, Габар скажет, тут нет двух миллиметров, давай себе. Ну, короче, меня устраивает. Ты скрути их как-нибудь, чтобы тампоны такие заткнуть. Я смогла это сделать. Привет. У меня для тебя есть челлендж. Нужно съесть шоколадку за сто шагов. Я дам тебе за это тысячу рублей. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Персик-бродяга. Персик-бродяга. Ребят, потрясающее задание. Не такое тяжелое, но в то же время и не такое простое. Мы взяли персик в лазбуке в пусто. Искали весь день бомжей. Нашли человек пять. Один потер из них, второе в бороду, третий поцеловал, чихнул. И в конце чувак без пару пальцев его откусил. Здание простое. Тебе нужно просто-напросто оставить от этого персика одну косточку. Хорошо. Естественно, как и от каждого здания в коробке, блевать нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 50 рублей. Персик. Откусываете. Один раз. И отдаете. Один раз. Сюда. Давай. Откусывай. А вам все другие. Отдай. Спасибо. Ай, как тебе идеально несут. Просто я почувствовал себя в ресторане. А где он откус? С другой стороны. С моей стороны. Что? Ну вот, откус надо здесь. Я могу брать, да? Покажи ей, как откусы. Имунитет сильный. Ты часто болеешь? А чем болеешь? Ну, часто болеешь. Ты часто болеешь? Спидом нет, а вот этой. Растудиться зимой там вот так. Все микробы, заставки. Растудиться зимой можешь? Ну, могу, да. Могу, да, могу. Это моральный аспект и все. Что, начинай? Скажи, я ипохондрик. Вообще, очень аппетитного. Он так хрустит и такой сочный. Ну, когда хрустит, это недоспелый и не так сладко, да? То есть, такой, ну, нормально, но не супер. Ну, смотри. Вот так хватит? Я смог это сделать? Ты не сможешь полностью разорвать свои кроссовки, чтобы подошва была отдельно, все было отдельно от них. Просто разорвать их, плавно, на клочки. Я смогу это сделать? Я спокойно просто могу на такси до дома доехать. Да, тебе надо было какие-нибудь полчаса сказать за полчаса. А, вот жарко стало. Ну да, плотно. Спасибо. 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 Я смогла это сделать. Спасибо. 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 Попытка. Спасибо. Попытка. Спасибо. 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 Попытка. В следующей книге до этого все Но по ходу приобрели новую училку, которая любит погрызть мужские ноги. Хахаха. Хаха. Ладно ребятки. Прямо сейчас на столе появятся разнообразные предметы. Думаю, это добавит перца в нашу игру. Ну что? Внести реквизит. Поехали! Ты не сможешь запихивать змею с головы в рот, пока это будет реально. То есть, если она уже дальше не пихается, то все, но вот чтобы она прям заходила тебе в рот вот битком. Зубов там нет, да? Открой. Только аккуратно бери сразу за голову, говорят, она убегает. Типа она очень резкая. Бери за голову. Нет, так сильно не сжимай, расслабься. Типа просто возьми водка, нежно, вот так вот. Я пальцем возьми, все. Не убейте Игоря, мать моя. Не, не, я Игоря гладил, я ему шейку часа. Просто до размера, пока ее не устоит, так же будет проще. Даже ты хочешь в горло его запихивать или в рот? Но я думаю, что немножко это проглотить можно? Да можно, можно чуть-чуть. Обозначь размер. Да у этого момента, где я. Ты видишь, по каким пятнам идет? По вот этим бокалам, да? Давайте. Ребята, еще раз. Кто сейчас не услышал задание? Не проглотить. Ни в коем случае. Мы так же поступаем с животными. А хотелось бы. Сразу начинаются пятна. И мы условно определили размер. Девять пятен. Ровно постолька на такую длину должен быть в рот погружен только хвостый полос. У него рот открывается, да? Да. Мы зашили. И за шуткой. Он тебя… Вот дай руку. Я тебе покажу Макс. Просто это Макс. Это максимум, что он тебя уходит. Это максимум чувак. Еще раз. Просто мне нужно показать, до скольки это нужно. Девятого пятна. И ты в рот можешь запихивать. Надо пометить девятое пятно. Просто пускай он возьмет его на девятом пятне. Или на десятом. А, да. Ты его возьми рукой на этом пятне. И все. А второй рукой запихивай. И все. Запихни на одно больше, чтобы типа никто не дохлебался. Вот. Сверни его. Изи просто. Слушай, а где девятое пятно? Ты на нем держишь, по-моему. Посчитай, пожалуйста. Посмотри. Многие. 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 Блядь. Ты не бойся. Представь, что это ящерица. Ящерицы вообще не кусаются. Вроде бы. Может, я не прав. Я не биолог. Он еще и кусается. Нахуй меня напугали вообще. Он не ку... Ты пойми, что это не смертельный нахер. Я не знаю. Тебя кто кусал? Тебя кошка царапала? Да. Это жестче, чем то, что может с тобой произойти. Тишина. Я смогу это сделать. Наверное, я, блядь, смогу это сделать. Да. Ой, блядь. Тогда ждем. Я сейчас подумаю, как мне это сделать. Ну, это сейчас. Я считаю, вот от этого, да, 15 пара или в кого? Да. Значит, по троплямку вообще. Представь, что он тебя любит. Французский пациент. О! Блин, он сам хочет туда, чувак. Просто запихли его в воду, и все. Запихли его в воду, и все. Она тебе одобрит, и все. Тихо, 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 разверни. Рот открыл. Разверни, я снял, пожалуйста. Да? Ага. Да. Чувак. Сука. Игорь, Игорь. Больно ебнул. А, куснул, куснул. Игорь, ну чего ты такой сдоль. Все, он до крови так-то кусает, если что. Ну так-то, но не ядовитый-то. Игорь, что ты так раззадорился? Я предупреждала, что ты. Игорь, что ты так раззадорился? Игорь, раззадорился. Потому что завели уже змею, надо было запихнуть, чтобы он ничего не понял. Сука. Хабар, это точно нормально можно сделать? Сто процентов. Что он кусает до крови? Ну и что, язык будет кровоточить? Да, да, да. Все нормально. Все нормально. Это можно сделать. Да соберись, да сделай, что ты. Что ты будешь ждать? Что сейчас изменится? Давай я хвост выправлю. Я боюсь, он тебе тоже болит. Просто ближе к голове бери. Ближе к голове он более сложный. Ближе к голове бери, он тогда не сможет так мобильно двигать ей. Сложно, почему не сложно? Да потому что у него нет радиуса. Сейчас у него радиус. Что то, что его надо зажать между щекой и щекой. Тихо, тихо. Давай, давай, пошел. Может ближе к рыхлу тебе. Я не сильно нажимаю, нет нормально? Ну полегче чуть-чуть надо. То есть ты просто контролируешь, чтобы он не открывал. У него нет силы много. Я понял. У него нет много силы. Закрывай рот. Закрывай рот. Доставай пальцы. Пальцы доставай. Нет, ну достань пальцы. Чтобы торчала только змея. Вот так. Убирай руку. Все. Пиздень, дохуй. Красавчик. Нужно было просто подумать, как это нужно клево сделать. Тебя устраивай тогда? Да. Все, Игорь, иди домой и... Сердце так бьется. Чувак, ты переступил себя, давай пить меня. Вот это круто. Вот это Игорь Габара. Вот это я называю Игорь Габара. Человек перешел через себя. Я смог это сделать. Они на вкус пиздец, да? Секреция мужская. Уволакивает рот, жирный и как... Блять, спирт. Что? Ты не пробовал? Какого? Я нет. Ну, если так, я, наверное, не пробовал. Сука, у меня, на самом деле, реводными рефлексами прям траплут. Опа. Вот это мне и надо. Пошла жара. Это воздух. Успокойтесь. Все. СТР вылетело. Вы такие, Габар, Габар, что это за хрень? Ребята, очки. Это интрига. Развязка вот-вот-вот. Очень скоро. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто же затащит, мать его, финал. А я вам скажу так. Продолжение выйдет, как только этот видос наберет 1 миллион просмотров. Поэтому обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить это эпическое событие. ПОЮТ 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 ТАР ПОЮТ Продолжение следует...